Есть у нас профессор Пианковский. Да, добрый день. Добрый день, господин профессор. Добрый день. Мы с моим коллегой Пётром Люкимсоном сегодня обсуждаем тему, которую нам, если можно так сказать, подарили и украинские, и русскоязычные, ну скажем так, радикальные средства массовой информации. Они называют точную дату крупномасштабного военного противостояния между Россией и Украиной и называется дата 22 августа. Вот лично вы верите в такого рода предсказания? Ну, это зависит от того, что понимается под крупномасштабным российско-украинским столкновением. Ну, видимо, все-таки вот эти радикальные авторы предлагают такую операцию, как, например, попытка взятия Мариуполя или коридор к Крыму. Ну, нет, я в это не верю. То есть, это не вопрос веры и веры, это вопрос оценки политической и военной ситуации для такой крупномасштабной операции. И военных ресурсов, собственно, военных на сегодняшний день нет, но и главное, самое главное, политически. Такой шаг будет со стороны Москвы самоубийственным, резко будет реакция Запада и усиление санкций, продажа витального оружия Украине. Да и вообще, вот, стратегия Москвы в последние годы-полтора, это, ну, цель задушить Украину и блокировать европейский вектор развития, собственно, неизместная. Но основной инструмент это своя московская интерпретация Минских соглашений, втолкнуть, сохранить контроль вот над этой так называемой Угандонией. И втолкнуть ее, используя давление Франции и Германии, втолкнуть в политическое поле Украины, сделать, вот, там, оторывы, захаршены политическими деятельами Украины. И тем самым, вот, тем самым, вот, европейский вектор блокировать. Поэтому, вот, что сейчас Москва устраивает, она устает истерику перед западными партнерами. Вот, Украина там не только срывает Минские соглашения, она еще и к террору ям прибегает. И вот, если вы ее не обуздаете, то я, вот, неизвестно, что могу делать, и крупную масштабную операцию, и признаю республики, и, там, дипломатические отношения. Вот, вяжите меня, больше не могу, или, вот, я пойду на все тяжкие. Вот, примерно, такая сейчас линия поведения Москвы. И, примерно, вот, когда мы с вами разговариваем, наверное, примерно то же самое господин Вавлов, наш ментоп, замечательный, говорит господину Штермаева, который приехал для встречи с ним в Екатеринбург. Скажите, пожалуйста, уважаемый профессор, вы употребили формулировку «московская трактовка Минских соглашений», но существует ведь и «киевская трактовка Минских соглашений». Вам не кажется, вообще-то вся ситуация несколько абсурдной? Ведь, если мы говорим о каких-то соглашениях, они должны, по идее, трактоваться одинаково обеими сторонами. Там не должно быть никаких люфтов. Абсолютно с вами согласен. Я то же самое сказал уже сколько это, год или два года, в тот же вечер подписания этих соглашений, что это абсолютно мертворожденные соглашения. Там есть одна положительная вещь, но и она тоже полностью не выполняется, а сейчас просто на наших глазах размывается. Это линия прекращения огня, прекращение огня, разведение сторон, а все остальное – это там не научная фантастика. Есть два условия, которые Москва никогда не выполнит. Это передача границы, контрольная граница Украины и вывод российских военнослужащих. И есть то, что, надеюсь, и Украина не выполнит, и она успешно, достаточно и упорно сопротивлялась вот эти полтора года давлению Франции и Германии. Видимо, ее лидеры все-таки хотят Нобелевскую премию получить за какое-то миротворство. От Украины требуется, по существу, впустить в свое политическое поле всех этих детелей при их контроле над Россией, изменить конституцию, провести так называемую федерализацию и так далее. Неоднократно приезжали же западные политики в Киев и требовали от Рады и от Порошенко провести эти конституционные изменения. Ну, прекрасно в Киеве понимают, что это уничтожение украинской государственности и на это не пойдут. Поэтому вот это перетягивание каната вокруг интерпретации Минских соглашений, оно вот достаточно долго продолжается. И будет продолжаться. Еще один вопрос по этому поводу. В Минских соглашениях есть еще пункт по поводу обмена военнопленных. Что мешает сторонам, на ваш взгляд, договориться, а, казалось бы, самой простой вещи – всех на всех обвинять? Ну, это не такая простая вещь, потому что, нужно сказать, что поднимается под всеми. Есть же масса людей, которые находятся в руках украинских властей, они как бы известны, их можно пересчитать. А там же у нас, к сожалению, имеется и масса украинцев в этих подвалах, их пытают. Это тяжелая история. Но я думаю, пытают обе стороны, по крайней мере, свидетельства об этом есть. В этом плане, наверное, они стоят друг другу. Вы знаете, я в первые дни… Вы помните, что случилось с депутатом Городского совета Владимиром Ромарковым, в котором живут известные господа Береги, без стрелков, по-моему, баллотирующие сейчас в российских парламентах. Я не исключаю, что имеются какие-то злоупотребления в украинской стране, но это разница между государством и бандами боевиков. И плюс такая замечательная институция, как Чикаго, ГГБ, ФСБ. Выдели господина Панова, который давал свои показания явно после пыток. Ваша позиция ясна. Петя, может быть, у тебя есть вопросы к уважаемому профессору? Нет, я хочу поздравить с его днем рождения. Судя по Фейсбуку, у вас сегодня день рождения, поздравляем. Как у нас говорят в Израиле, до 120. Ну, это ошибочная информация, но, тем не менее, я вам очень благодарен. В любом случае, вам спасибо, и в любом случае до 120. Спасибо, господин профессор. Спасибо. Всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова